Привет! Поверить не могу, что делаю это, но у меня такое ощущение, что сегодня будет что-то типа туры по книжным полкам. Почему я не делала тур по книжным полкам до этого? Я, конечно, делала один год, а три-четыре назад, и, конечно же, книги с тех пор у меня на полках совершенно другие. Я жалею, что я не делала тур по книжным полкам где-то год назад, когда у меня была куча книг. Сейчас у меня полки очень сильно почищены, я думаю, что процентов где-то сорок, как минимум, книг у меня с полков... с полков. С полков ушло, и хочу показать мои обновленные полки. Почему я не делала? Наверное, потому что здесь очень грязно. Наверное, я очень все время переживала из-за того, что здесь темно в этом углу, у меня не получится снимать, и казалось всегда, что можно сделать как-то лучше, можно книги лучше организовать. А сейчас я подумала, что ну блин, ну блин, Оля, ну блин, Оля. И если вы не видели, у меня есть тур по моему угловому шкафу. Там сейчас, конечно, опять же, книг немножко поменьше, но это вот то, что я застала. Здесь где-нибудь ссылка высветится, и когда вы досмотрите, в конце тоже будет ссылка, поэтому не переживайте, вы не забудете и не потеряйтесь, если вы не видели то видео. Я покажу, я не буду показывать каждую конкретно книгу, но многие книги буду показывать отдельно, что как стоит, по какому принципу и так далее. Если мы говорим про принцип, значит, во-первых, у меня здесь, давайте я скажу, что это моя самая любимая полка, но не по той причине, по которой можно было бы подучить, типа здесь много классики и все такое. Я эти книги очень часто показывала, например, вот эти издания, прям, ну, такие красивенькие, по золоту не отлетает, если кто-то интересуется. И вот это все уже не купишь, это я все покупала по подписке, раньше был такой каталог, мне кажется, он сейчас работает, но уже не по книгам. Он назывался что-то типа Мир книг или Мир книги, и нужно было платить, типа, 200 рублей за книжку, и тебе их присылают каждую неделю. Но, таким образом, я собрала свою мини-коллекцию классики, чему очень рада, потому что, несмотря на то, что кажется, что книги очень тонкие, шрифт у них очень убористый, и отступы маленькие, поэтому очень компактная получилась библиотека, и если мне что-то нужно, я всегда могу сюда вернуться и прочитать. Далее, почему я так люблю начать? Конечно же, потому что здесь стоят мои собственные книжки, это раз, и это два. А вот это еще можно купить на Лабиринте. И, кстати говоря, сегодня же Библионочь, поэтому ссылки на какие-нибудь интересные книги, которые я здесь отдельно показываю, они будут в описании под видео. Вы можете купить книжки с большой скидкой. На самом деле, я очень хотела сделать, что это типа книжные покупки мечты, но потом увидела, что все это снимают, и мне стало как-то неловко. Давайте, потому что пока Библионочь окончится, я уже тогда сниму такое видео, чтобы не быть какой-то странной. В общем, мои две книжки. И дальше, что здесь очень важного? Очень важно не падать. Здесь у меня стоит мини-интеллектуальный бестселлер. Да, все падает, конечно же. Давайте я вас поближе поставлю. Это самая высокая, на что рассчитана моя камера. Значит, здесь у меня мини-интеллектуальный бестселлер. Соответственно, все вот эти красивенькие издания. Здесь у меня Наташа Леведева. И здесь у меня Софи Кинселл. Не знаю, по какому принципу, но... Спускаемся на ряд ниже. Открываю шкаф. На самом деле, если вы думаете над тем, что вы хотите у себя в комнате, я имею в виду книжные полки или шкаф, то я вам очень советую книжный шкаф. Да, это дороже, да, придется вложиться и так далее. Полки можно купить в Икее за буквально сущие копейки. И это самый распространенный вариант хранения. Но я вам искренне от всего сердца советую. И шкаф это действительно очень хорошее вложение. Мне мама как-то говорила, ну, тебя не хочешь какой-нибудь мебельный магазин пропонсировать? Пусть они тебе шкаф купят, чтобы еще книги хранить. Потому что действительно, я скорее буду хранить книги в шкафу в 5 рядов, чем нежели куплю 10 полок, где они будут стоять в один ряд. Это чисто вопросы хранения. Это связано с тем, что книги будут в лучшей сохранности. Пыль здесь не будет скапливаться вообще. Я могу здесь протереть пыль, наверное, раз в год. И, как вы видите, здесь ее просто нет. Ну и, соответственно, книгам от этого хорошо. Очень я довольна и счастлива своим книжным шкафом. Здесь у меня на этой полке фэнтези, подростковая. Из такого что-нибудь примечательного у меня, конечно, здесь стоит полная трилогия Таймлесс. Я ее себе оставила. Две части Магистериума, потому что третья часть у меня стоит в непрочитанном. Это другой шкаф. Так, я вас немножко подвину. Это другой шкаф. И я думаю, что для этого мне нужно отдельное видео. А для того, чтобы получить третье видео из этой серии, нужно поставить лайк этому видео. Я какая-то немножко пьяненькая здесь, нет? Или просто потому что необычная локация. Так не падает. Затем у меня здесь... Вы не против, что я стою спиной? У меня здесь монстролог Рика Янси. Потом две книги Холли, Блэк, Белая кошка, Красная перчатка. Пожалуйста, мне нужна третья книга. Не знаю, кому я это говорю. Я она не издательная, потому что первые две части выходили очень давно. Далее. У меня здесь... Так, видно, не видно? У меня здесь три части Эрагона. Раз, два, три. Я не знаю, почему у меня... Это, видимо, сегодняшний звук видео. Я не знаю, почему у меня здесь стоит Крис Колфер. Хотя я его не читала, не прочитана у меня отдельная полка. Я не знаю, почему он здесь стоит. Но как-то так повелось, что он здесь стоит. И почему он здесь стоит. У меня здесь печь. Потом... Весь прочитанный Алан Брэдли. Это не весь Алан Брэдли, который у меня есть, но это весь прочитанный Алан Брэдли. Я так в нём сомневалась, на самом деле, когда начинала читать, но с каждой книгой всё больше и больше влюбляешься, и совершенно не хочется останавливаться с прочтением серии. Затем у меня здесь вся Патриция Реды. Я обожаю Патриция Реды, она такая детская, но это прям по моей детской душе. Затем у меня здесь весь Филипп Улман в плане его серии про Салли Локхарт. Собирала эту серию с трудом, и последняя книга 246 рублей на ней ценник. Мне покупала, по-моему, Аля, я ей говорила, вот рядом с тобой в магазине последний экземпляр по Москве, срочно купи мне, она после работы бежала, мне покупала. На самом деле, и третью часть она мне тоже покупала, но четвёртую часть, я вообще жалею, что я её прочитала, и я её не уверена, на самом деле, даже, что сохраню. То есть, если я буду дальше полки чистить, наверное, это первое, что полетит. Вот сама трилогия супер, четвёртая часть, она как бы не совсем моё. Алая Королева. Если вы ещё не читали, попробуйте. Мне очень понравилась эта подростковая история, Янга Далтовская. Ещё одна моя любимка — это «Тепло наших тел». Айзика Мариона у меня стоит следом. Затем у меня стоит следом вся тигриная серия. Ну, вся, я имею в виду, без части, которая как спин-офф, не спин-офф. И четвёртая часть у меня не прочитана, она стоит на полке, что не прочитана. Дальше... Ой, у меня здесь есть ещё Colin Hawk. Это «Пробужденка». Когда продолжение? Я знаю, что меня смотрит издательство, которое выпускает эти книги, потому что иногда они комментируют моё видео. Ну, когда продолжение? Далее. У меня здесь две книги, которые у меня есть в бумажном варианте про Селену 41. Ух, почему, почему я не делаю книжные покупки? Я хочу продолжение неимоверное. Я начала, кстати, читать третью часть на BookMate, я прочитала страниц, ну, не знаю, 20, и у меня закончилась подписка на BookMate. У меня здесь две части Гарри Поттера, которые в новом переводе. Я их начала собирать до того, как я начала чистить свои полки. Сейчас бы я, наверное, уже не стала покупать эти книги, потому что я их покупала только ради вот этих корешков, только ради оформления. Сейчас я не уверена, зачем я это сделала. Но было бы неплохо... Ну, не знаю, иметь две книги... Вот, напишите, что бы вы сделали на моём месте? Стоит ли мне докупать остальные, лишь бы собрать Хогвартс сзади? Это... Это... Это дилемма. Дальше. У меня здесь стоит Диана Уэль Джонс. А у меня стоит Ходячий замок и Рыцарь на золотом коне, по-моему. Вот третью книгу... Эта серия у меня ещё была на руках, но я её как раз от неё избавилась, потому что не настолько сильно она мне понравилась, как вот эти две книги. Ох, это моя любовь. Просто, кстати, по-моему, они сейчас на Лабиринте ещё продаются. Но когда мне их подарили, они были очень редкие, их уже было не найти. Это Джил Мёрфи. Самая плохая ведьма считается такой один из предвестников предпосылок Гарри Поттера. Если вы никогда не читали или не смотрели сериал, то, что сериал... Это просто моё детство. Здесь есть картиночки, это очень простые истории. Не ждите от них Гарри Поттера номер 2 или даже 05, Гарри Поттера 05. Но если вы смотрели сериал, я думаю, вам просто необходимо будет иметь такие книжки дома. Мне их подарили подружки на день рождения. Я была так рада. Они были в таком красном подарочном мешочке. И вот до сих пор эти книги я храню. Это те книги, одни из тех книг, по крайней мере, от которых я точно никогда-никогда не избавлюсь. Дальше у меня здесь стоят все сумерки. Я покажу вам только сумерки, например. У меня был период, когда я хотела от них избавиться. Это даже было не в этом году, а в прошлом. У меня, кстати, до этого было старое издание. Но потом, когда вышел фильм, я всё перекупила на новые издания. И вот в итоге у меня сейчас всё в моём издании. Я не жалею, что они у меня хранятся. Сначала я думала, да, я не буду это перечитывать и всё такое. А потом подумала, для меня это такие, ну, своего рода знаковые книги. Потому что через сумерки я попробовала современную литературу в принципе. До этого я читала только классику. Так что да, решила, что не буду от них избавляться. Дальше у меня в самом-самом уголке стоят хроники Нарнии, которые я очень люблю. Можно мне сделать The Book Face, пожалуйста? И ещё две книги, которые я, по-моему, не показала. Это Ольга Громыка. Серия её про крыс... Год крысы. Про крыс. Тоже одна из моих любимых серий. Несмотря на вот это довольно посредственное оформление. Я знаю, что любители именно жанра женского фэнтези считают, что это клёвое оформление. На мой взгляд. Хотя, знаете, это лучше, чем то, что выходит сегодня. Я очень как старая бабуля, но это лучше, чем выходит сегодня. Обожаю год крысы. И вот, интересно, его переиздали? Мне кажется, почему так, что его не переиздали? Почему так делают? Ну вот, я уже практически на коленях. Не обращайте внимания на выражение боли на моём лице. Я пока спускала штатив, я прищелила себе ручку. Это очень больно. Я не знаю, мне кажется, что здесь я буду немножко быстрее, потому что это не очень удобная позиция для того, чтобы рассказывать, что здесь стоит. Но я попробую хоть что-нибудь сделать. Меня уже как-то видно. Так, давай, родной. Мы находимся на второй и на третьей полках. Я думаю, что отсюда, несмотря на то, что не так хорошо видно, что происходит вот здесь, я буду показывать. И у меня здесь дверь до конца не открывается, потому что здесь стоит второй шкаф. Я думаю, на второй шкаф нам нужно ещё одно видео. Мне кажется, что сегодня... Сегодня от меня будет слишком много. Во-первых, у меня здесь стоит... Не полностью и не весь, но... Не полностью и не весь. Но у меня здесь стоит кот Саймона. Во-первых, Саймон, игра без границ. Потом... А, ещё у меня это... Семь медведей. Семь медведей-гномов. Обожаете комикс-история. Я забыла, на самом деле, что они у меня стоят в Саймоне. Я как-то думала, что я их куда-то зафигачила. Они такие милые. Именно вот в плане юмора и истории. Вот вроде бы детские, а вроде бы не совсем детские. Обожаю их. И у меня три первых книги о коте Саймоне. Сейчас я не так, на самом деле, фанатею по нему, как раньше. Но, тем не менее, всё ещё люблю. Сколько? 561 рубль. Напишите мне, знаете ли вы, сколько сейчас стоит кот Саймона? Ну, мне кажется, что дороже. 561 рубль, это какой год был? 2011. Так, пошли дальше. У меня здесь на второй полке, которую не совсем видно, стоит современная проза. Это довольно условное название, потому что здесь очень много всего понамешано. Например, я сюда поставила недавно показанный «Гордость предупреждений зомби». «Чемотан Миссис Синклер», «Берега Дафна Дюмарье», «Риф или там, где развиваются мечты», потому что это книги из почти одной серии, потому что это с цветным срезом, начну из другой. По-моему, вот это эксклюзивная классика, вот это что-то другое. На прямом случае, вот такие вот азбучные книжки красиво вместе стоят. Дальше у меня идёт полностью «Абаста Саверс», который я миллион раз показывала. Потом у меня идёт целиком «Гиллен Флин» вот в таком оформлении. Рекомендую абсолютно все три книжки. Наверное, исчезнувшая мне меньше всего понравилась, хотя многие её сильно любят, но вот «Острый предмет» и «Тёмная тайна» — это просто моё самое любимое. Ух, так, как бы мне сделать дальше? Давайте я попробую от первого лица сейчас. Фокус есть? Так, что у нас здесь стоит? Во-первых, у меня здесь стоит весь Дэн Браун. Наверное, если говорить про какую-то рекомендацию, то я бы не рекомендовала «Точку обмана» и рекомендовала бы «Кот да Винчи», если вы хотите просто что-то одно у него пожитать. Потому что все остальные, вот эти «Ангелы и демоны», «Цифровая крепость», «Утраченный символ», они примерно все одинаковые в содержании. Затем у меня «Свидание в аду» Марисфедриона. Что я делала, пока вы рожали детей? Пока есть «Вторник», «Ляля Брынза», «Довлатов», «Леди Альмина и Аббаса Даунтон», «Цвейк», «Харпер Ли убить пересмешника», «Прислуга». Ой, обратно. «Армин Троуд», «Не оглядываюсь». Единственная книга «Армин Троуд», которую я оставила у себя в бумажном варианте, я даже не знаю, почему на самом деле. «Всем парням, которых я любила», «Театр черепаховой кошки» Наташ Лебедевой. Опять Наташ Лебедевой. Что значит «Большой фанат» Наташ Лебедевой. Дальше у меня «Ивлин во возвращении в Брайтсхед», «Искупление Ян Макьюин», единственная книга Ян Макьюин, которая стоит у меня нигде весь Ян Макьюин. Потом у меня «Мэнсфилд парк» Джейн Остин здесь стоит. «Почтальон всегда звонит дважды» Джеймса Хейна. «Как все было», которое я тоже недавно показывала. Потом у меня две книжки про аббатство Даунтон, которые нашим русским автором написаны, которые мне понравились. «Эдвард Морган Фостер Говардсен», «Весь этот мир», потом у меня здесь стоят три книжки из серии «Настоящее время», которые мне больше всего понравились. «Мой любимый облачный атлас», «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очисток», «Очистков», да, «Очистков». Тоже очень люблю эту книжку. «Жена путешественника во времени», «Девушка в перевозе», затем у меня там вся стоит «Рейнбоу Раул», и, соответственно, вот здесь свеженькая Анна и французский поцелуй, пока не знаю, куда ее поставить, поэтому она стоит у меня как-то здесь в углу. Если говорить про... Ой, сяду поудобнее, то у меня здесь полное несобрание, полный «Властелин колец», который я читала в других изданиях. Потом здесь у меня все о Муми Троллях, все о Медвежонке Паддингтоне. Кстати, Муми Тролля прочитала, Паддингтона покупала сестра, поэтому я его не читала. «Ночной цирк» в красивом издании. «Невероятное путешествие мистера Спивита». Ммм, как люблю эту книжку. Потом Дэн Браун, который меня улила и привезла из Сингапура. Я могу ошибаться. Или она купила это во Вьетнаме, или, мне кажется, она купила это в Сингапуре. Потом «Живые в Ориеналь». Фокусируешься? «Полная ведьма». Ольги Грайл-мыка. Звучит «Полная ведьма», как будто это название. Затем у меня здесь идет Мариша Песл. По сути, книжка для толстых книг, если я еще не сказала. Мариша Песл. «Английский дом Люси Уорсли». Брайан Селсник. «Хранитель времени». Посмотрите, что внутри. А, а, а. Уже захотелось? Потом «Случайная вакансия». «Джоун Роулинг». «Стефани Майер на английском». «Седьмой сын» и «Проклятие ведьмака». А дальше я не стала покупать почему-то книги, но эти оставила. «Мое любимое издание гордости и предубеждения». Вот, например, вот такая иллюстрация, но здесь слишком темно. Вот, фокусируйся. «Проект Рози». Моя любимая книжка про извращения сексуальные всякие. Я дыла на на и другие извращенцы. «Предрассветная лихорадка». «Стоунер» и, соответственно, «Толкин», которого я читала. Я уже туда даже не дотягиваюсь. Потом у меня «Ученица Шерлока». «Гарри Поттер», я имею в виду. Что ж там эти фантастические твари? Потом «Рождественская шкатулка». И «Сказки Барда Бидли» по-английски. Вот эту полку я не буду подробно показывать. Просто скажу, что здесь лучше, чем было. До этого здесь был какой-то просто бардак, если говорить откровенно. Здесь всякие типа энциклопедии, которые у меня остались еще. Многие с детских времен. Энциклопедии там всякие кошечки-собачки, слова Орежгова. А это полный Пушкин. Это такой классный Пушкин. Я отсюда, кстати, много чего читала, несмотря на то, что книга довольно объемная. Но здесь и картинки. У меня уже устала рука. Вот, я надеюсь, вам было интересно. Так, спойлеры, спойлеры к следующему видео. Было интересно посмотреть мои книжные полки в этом шкафу. Соответственно, у меня осталось еще два шкафа. Опять же говорю, очень много чего почистила. И рада этому у меня в какой-то момент было, ммм, надо иметь больше книг, больше большая коллекция, больше-больше книг. А сейчас я понимаю, надо иметь только то, что ты хочешь иметь, как Марик вам договорит, да, то, что приносит радость. И в этом плане я с ней... Я не буду говорить слово кликало. Я в прошлом видео слово кликало раз пять сказала. Но теперь мне так нравится это слово. А если мне нравится какое-то слово, это какой-то кошмар. В общем, да, на книжки, которые я найду, ссылки оставлю, чтобы вы могли пошопиться в Библионочь. Потому что вы знаете, что все, что я сегодня показывала, это книги, которые горячо-горячо-горячо любимые. Иначе бы я их точно отдала по какой-нибудь причине. Вот. До следующего видео. На сегодня это все. И я навсегда ваша. Навсегда можно сказать. Я всегда ваша. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok